Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях звезда мирового цирка, заслуженный артист Египта, дрессировщик Хамада Кута, который находится в нашем городе на гастролях. Здравствуйте, Хамада! Здравствуйте! Большое спасибо, что вы нашли сегодня время для того, чтобы к нам прийти. Спасибо вам большое! Я знаю, что вы представители очень известной цирковой династии. И вот в связи с этим было бы интересно узнать, как и каким образом произошло ваше первое знакомство с теми, кого вы сегодня дрессируете. У меня не было случайно, потому что у нас дома были всегда левята, тигрята. У всех детей во всем мире есть игрушка и кукла маленькая. У меня был живой лев, живой тигр постоянно дома. И случился так неприятный случай у моего отца во время преступления. у него напали на его львов и тигри. Все вообще. У него была сильная травма. И он в государственной цирке работает в Египте. Он должен третий день работать, потому что были выходные. И были три дня просто без работы, а потом должен работать. А в государстве у нас просто им все равно должен работать. Он в швы был, в шрамах. И что он делает? У меня было в это время два года. Он думал, что я с он в келетке буду работать. Он взял меня в келетке. Они сделали рекламу очень хорошо. И зрителей было очень много, что в первый раз так будет два года. Он открывал постели, у меня была маленькая такая. Я сидел на верху спину у львов. И так начинал. А потом в семь лет он думал, что буду работать один. Аттракцион без ассистента, без помощника, без ничего. Потом работал один. Потом, когда у меня было 14 лет, он меня учил, что я начинал сам дрессировать. В это время просто работал. Он дрессировать и учил меня, а я работаю. А в 14 лет я сам учился, что я сам дрессировать животное. Насколько я знаю, вы дрессируете очень редкую породу львов, нильских львов. Ну, честно сказать, я видела их на представлении. Мне кажется, они немножко отличаются от тех, кого мы привыкли видеть на арене цирка. Вот какие они по характеру, по нраву? Насколько с ними сложно или легко? Нет, и с ними, если все хищники в мире вообще, это, конечно, сложно. Потому что должен дрессировщик, у него должен опыт, что как дрессировать животное, что как и все будет мягкое, как и все будет красиво. Должна терпение все равно. А эта порода, она отличается очень много. Даже грива тела, как высота льв. Он большой размер, но грива у него маленькая. Потому что он живет, где жарко, это нильский нобыльский лев. У него грива большая, не надо. А другой лев, он берберийский, который сейчас уже живет в России, в Европе, в зоопарке Цирк. У него грива большая. Он жил постоянно с поколения в поколение, где холодно. Поэтому он чуть-чуть похолоднее. Он не нервничает, как нильский нобыльский лев. Они вредничают побольше. Поэтому, когда дрессировать, возьму время с ними больше, чем другая порода. Это примерно разница между бенгалийский тигр и уссурийский тигр. Уссурийский тигр, он большой, красивый, но он похолодный. А бенгалийский, он как у меня на работе. Сейчас у меня со мной бенгалийский один тигр, который у меня наводал и завязь даже есть, который до сих пор работает. Он живет в Индии. Поэтому там жарко. Поэтому у него характер другой. Насколько я знаю, нильских львов вообще в природе, в мире осталось очень мало. А у вашей семьи есть питомник, где вы их разводите. Да. Кто начал, кто был основателем этого питомника? И как это вообще выглядит, разведение хищников? Первая предвидушка моего, который, мой, который начинал вообще цирк, что сделать во всуарабовской, который придумал про цирк во всуарабовской стране. И она была типа как случайно. Что он взял эту породу, а потом узнал, что эта порода маленькая. Потом он был умный. Если другой человек просто узнал, что она мало или маленькое такое количество, он не любил, так думал. Но он молодец, он был умный. И так сохранил. Потом поколение в поколение аккуратно это порода сохраните. Все будет хорошо, все будет нормально, потому что это порода очень редкая. И мы так сделали. В конце времени, когда бабушка моя и папа, они придумали про этот питомник. И сделали. Слава Богу, приезжают из Европы, они перевирают еще, как они живут и как, и что. И есть много грамота и много благодарства, что они сохранят оборудование, и как они живут. И у нас просто погода восстанет. Круглый год, конечно, зимой, не как здесь в России, здесь нереально зимой, здесь не шутят вообще. Здесь снег и минус, это значит холодно. А у нас постоянно это другое дело. И погода хорошая. Поэтому они у нас живут вообще на улице всегда. Здесь большой вольер, и горка, и вода. Они так живут. И мне сохранить это оборудование очень хорошо. Вы говорили, что на вас животные нападали, да? В том числе и тигр, с которым вы продолжаете работать. Вот каково это, снова войти в клетку к животным, которое на тебя напало? Еще двух львов. До сих пор тоже работают. Потому что я дрессировщик. Я должен работать, я должен... Потому что я воспитываю это животное здесь. Я знаю его характер. Когда животные нападают на дрессировщиках, это 80% ошибка дрессировщиках. А 20% только будет на животных. Потому что я его дрессировщик. Я должен сразу заметить его настроение. Сразу заметить, что у него это не нравится. Сразу заметить, что он нападать хочет. А в это время я должен все это подумать и знаю. И можно он отдыхать с работы. Потому что у меня была весна. И у них весна, это другая, другая, как кошки в временной улице. И у него он был нервы очень сильные. У нас было жарко. А я поставлю, что за этот рук. Брыжок бросать через стул. Он не хочет. Раз, второе, третье. И у меня нападал с руки и с плеч. Потом он на месте. Конечно, в цирке там, это ролик, который мне показывают. Он небольшой, потому что там дети постоянно есть. Дальше у него неприятно. У меня это камеронаблюдение снимал. Он с головы у меня поймал до 30 секунд. И у меня нельзя никого войти в клетку. Только я. И слава богу, меня опустили в конце концов. Ну, до сих пор он работает, до сих пор он здесь друг. Ну, конечно, уже у меня стал опыт сейчас есть, что так нельзя, так не надо. А сколько вы уже находитесь на гастролях за пределами своей страны? Я здесь уже три с половиной года. Уже дома не был пять лет. Потому что репетирую постоянно. И постоянно у меня сейчас маленькие животные. У меня уссурийские тигрята и маленькие ребята. И репетирую, потому что это аттракцион. Сейчас я работаю восемь, семь львов и один тигр. А скоро хочу они пятнадцать. Что просто, когда приезжаю еще раз в Рязан, будет что-то новое, что-то... Я постоянно так любил. Даже в Челябинске, например, я бил два раза. Первый раз было не как второй раз. Труки, музыка, все. Я помню специально, что им будет нравиться. Скажите, что жители нашего города могут увидеть на вашем представлении? Почему бы вы посоветовали прийти посмотреть? Про себя я не буду сказать ничего. Извините, просто никого не думаешь, что деловой или коротой. Можно просто ищите в интернет, и там будет все понятно. Ну, программа у нас акробат. У нас есть хороший клоун. Честно, они три с половиной года работают со мной. Я каждый день их смотрю и каждый день улыбаюсь серьезно. Потому что они молодцы. У нас есть воздух, у нас есть жонглер, у нас есть дьявол. У нас есть еще животные, есть крокодила, змея и леопард. И у нас есть волк и собака, хаски и маламут. И канадский волк, и русский волк. Это, который, знаешь, интересно. Потому что цирк без животных для детей это не цирк. Они не понимают. И слава богу, что после представления они ко мне говорят, спасибо большое. Это у меня стоит очень много. Потому что самое главное мне, дети, что им это нравится. Не взрослые. Почему? Потому что дети это будущее. Они будут меня помнить потом, когда я приду. Они будут рассказывать их детей, что мы были в цирке, была номер такая, был аттракцион такой. А взрослые, извините, они в цирке, а возле цирки, например, в клуб гуляют или куда-то. Они забывают, брат, цирка быстро. Им есть интернет, он садится, смотрит. А дети нет. Дети вспомнят, вспоминают. Дети едут домой и рассказывают. Мы видели это, нам нравится это. Конечно, самое главное у меня это. И слава богу, что я сделал так и в работе, что они не сидят во время аттракционов. Львовит игры так и сделали. Потому что я видел это очень много. Давно. В другие работы, в другие аттракционы дети садятся так и боятся. А мне наоборот. Им нравится, интересно так садиться, поднимается голову. И ко мне потом, спасибо, это Лев как зовут, этот Игорь как зовут. Мне нравится это, мне нравится это. С ним пообщаются каждый день. Это мне очень приятно. И у вас здесь, в Рязань, честно скажу, зрители просто понимают в цирку очень хорошо. Честно. Каждый день они хлопят. Я вообще хочу, как сказать, просто хочу вообще выходить. И они не выпускают. Они хлопят, хлопят, хлопят. Честно, я им каждый раз джун микрофон, я так не делаю. И стараюсь по-русски хорошо и правильно разговаривать. Конечно, с акцентом, конечно, это все равно. Очень хорошо разговаривать и найду слова, и этого не хватит. Я хочу, честно, не знаю, в следующий раз возьму подарка им дарить. Они хлопят очень сильно, они понимают, они стоят в финале. Они понимают очень прекрасно. Чем много городов, конечно. Много городов они хлопают, но никак здесь. Здесь нет, другое дело. Даже я работаю, значит, душа так работает, приятно. Что я счастлив, что они так делают. Это стоит очень много. Ну, к нашему счастью, вы очень хорошо говорите по-русски. И большое спасибо, что вы к нам пришли и подарили нам такое удовольствие с вами пообщаться. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши зрители, те, кто еще не успел прийти на ваше представление, обязательно его посетят, и 100% идут оттуда. Потому что я здесь до 13-го. И вот он уже, да, у меня гастрон. До 13-го июля у вас еще есть возможность увидеть аттракцион Хамада Кута. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках.